Известнейший онколог, доктор Макс, летел на конференцию с докладом. Ждала его почетная награда, и был так осязаем звездный час. Мелькали в мыслях прожитые дни, не все в них было радостно и гладко. И вдруг, как гром, заходим на посадку, всем пассажирам пристегнуть ремни. Похоже, до утра не улететь, авария. Пока найдут причину, на праздник свой он может не успеть. И доктор Макс арендовал машину. Но не случается беда одна. Циклон с дождем внезапно разразился. Он не туда свернул и заблудился. Сплошная тьма. Но нет, вдали видна какая-то постройка. Едет к ней. В окошке свет, как островок спасения. Он не один, какое облегчение. Мгновение, и доктору дверей стучит. Открыла дама. Я хочу воспользоваться вашим телефоном. Спокойствие и грусть во взгляде скромном. Входите, вы промокли. Я спешу, но все-таки вошел. Нет телефона. Есть крепкий чай и легкая еда. Погода не из лучших. И беда, когда окажешься в циклон не дома. А позже, очень мягко и тепло, она его к молитве пригласила. Но он сказал, свои лишь верю силы. Встречаться с Божьей силой не пришлось. Оставшись за столом, он наблюдал, как женщина, склонившись над кроваткой, шептала пред иконой и лампадкой свои мольбы. И сердцем понимал, что в доме этом поселилось горе. И он по окончании молитв спросил, что ее душу тяготит. И было сострадание во взоре. Вы думаете, Бог услышит вас? Мой сын страдает редкой формой рака. Я гибну от бессилия и страха. Но знаю, есть в столице доктор Макс. Единственный, кто может нам помочь. Один-единственный на целом свете. И хоть Господь еще мне не ответил, я верю, он свою услышит, дочь. А доктор, еле сдерживая крик, расплакался. И, вспомнив все невзгоды, аварию и козни непогоды, шептал в немом восторге. Бог велик!